В Беларуси сегодня получается все очень-очень здорово в гребле на байдарках и Каноэ. И в этом виде спорта Беларусь по-прежнему одна из сильнейших стран, одной из сильнейших государств. Но понятно, что сейчас Олегу Юрине будет очень и очень непросто. Итак, стартовали мужчины, 21 человек. Давайте представлю вам всех тех, кто отправился на дистанцию сейчас. Сейчас Владимир Алавердян из Аминии номер 3. Самуэль Балаш, словак номер 13. Сириль Каре, француз. 14 номер Франсиско Куберес выступает под номером 12. Лодка под номером 1 Ронан Фолли, ирландец. Макс Хофф, немец. Лодка под номером 10. 15 номер Балин Копаш из Венгрии. Лодка под номером 4 Швеция. Юаким Линдберг, его географический сосед Мика Никонин из сборной команды Финляндии под номером 16. Артур Петерс, бельгиец, номер 2. Фернандо Пимента, вот тот самый португалец, да, он все-таки участвует под девятым номером в этой 5-ти километровой дистанции. Рене Поульсен, датчанин, трехкратный чемпион мира под номером 18. Никола Рипамонти, итальянец, номер 7. Рафаэл Рассольский, 21. Максим Списивцев, россиянин, под номером 8. Здесь выступает как раз Максим, сейчас выходит в лидеры. Эндри Сумерматер, швейцарец, 19-й номер. Александр Сыромятников, 20-й. Команда Украины, это Эвент Волт из норвежской сборной, 11-й номер. Олег Юрения под номером 17, это белорусская команда. Йост Закрайшек из сборной команды Словении под номером 6. И Якуб Заврал из чешской команды под номером 5. Выступает в этом заезде, все та же дистанция 5 километров. Но в принципе, да, здесь очень похожая ситуация на то, что было у девушек. Я имею ввиду погоду. Она, естественно, сегодня такая переменчивая. У нас тут дождь, то солнышко, то сильный дождь. При этом ветер не стихает. Сейчас он порядка 10 метров в секунду. Направление его примерно такое же. И, соответственно, хорошо только то, что здесь сейчас он получается далеко не всегда встречным. Поскольку ребята делают круги, и вот эти так называемые виражи им приходится нарезать и совершать такие. Так, а вот там, видите, ошибается, ошибается ирландец. И приходится ему, ну, практически заднюю передачу здесь включать для того, чтобы вырулить обратно на тот фарватер, на который нужно. И обойти буй с внешней стороны. Если бы он срезал сейчас, его бы дисквалифицировали, и его время, оно бы не учитывалось. Вот как раз в этом главная сложность для тех, кто идет по максимально внутренней траектории, по максимальной близости к этим самым буйкам. Так, что касается Максима Списивцева. Он в лидерах, по крайней мере, пока, и очень уверенно начал этот заезд. Я сейчас смотрю, вроде бы, вроде бы нет у него никаких сбоев. Но и Венгер, Венгер тоже молодец на самом деле. Мы его помним, да, как он здорово смотрелся на вчерашних соревнованиях. И у Венгера там очень хороший запас по скорости. Запас где-то, наверное, в полкорпуса над ближайшим соперником. Но здесь и Пемента, здесь и Бален Копаш. Именно он представляет Венгрию в этом заезде. Списивцев немножечко отстал. Но Бален Копаш не так, чтобы сейчас какой-то очень быстрый темп предлагает своим соперникам. Нет, это вполне такая рабочая обстановка. Копаш, в принципе, еще относительно молодой спортсмен. Ему всего лишь 22 года. Он накануне в составе двоек стал чемпионом на дистанции тысячи метров. То есть одно золото он уже здесь имеет в коллекции. А вообще до европейских игр в Минске, по сути, в его копилке была только одна такая по-настоящему серьезная медаль. Это бронза на московском чемпионате Европы 2016 года. В байдарках-одиночках на километровой дистанции. Ну, казалось бы, да, километр, пять, всего лишь надо пять раз проехать километровую дистанцию, пройти километровую дистанцию. Но это, конечно, только, так если говорить со стороны, все очень легко кажется. На самом деле здесь колоссальные физические нагрузки. С очень большой, с очень высокой интенсивностью приходится работать ребятам для того, чтобы разогнать лодку. Да, она, конечно, не самая тяжелая, если мы говорим, например, об этом классе судов. Ну, скажем, байдарка-одиночка, ее минимальный вес должен быть 12 килограммов, а максимальная длина лодки 520 сантиметров. Ну, это вот такие стандарты. Байдарка-двойка минимум 18 килограммов и 650 сантиметров. Ну, а четверка, она, понятно, самая большая, минимум 30 килограммов и максимальная ее длина 1100 сантиметров. В Каной, кстати говоря, очень похожие критерии и, в принципе, очень несложно, я думаю, их найти в интернете. Там порядка, по-моему, 14, 20 и 30 килограммов. Ну, то есть вот Каной четверка, то есть это максимальная по вместительности лодка, фактически там вес у нее такой же, как и у байдарки четверки. Итак, лодка под номером 10 сейчас в лидерах. Это Макс Хофф, это представитель сборной команды Германии. Вот сейчас смотрю на его лодку, очень похожа она на оригинальную, скажем так, спортивную форму немецкой горнолыжной команды на этапах Кубка мира. Но, что касается Макса, то это, конечно же, фантастический спортсмен с очень солидным таким вэкграундом. У него в карьере было столько самых разных побед. Он, между прочим, олимпийский чемпион, для тех, кто не знает, правда, в четверках на тысячи метров. Но, тем не менее, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в Лондоне. Макс Хофф был третьим на своей первой олимпиаде, когда выступал. Вообще, конечно, у него 2011 год. Вот, наверное, такой прорыв начался как раз в 2011 году, хотя он и до этого выигрывал золото чемпионатов мира. Первую победу одержал в Дартмуте в 2009 году, 10 лет назад. Затем, спустя год, в Польше, в Познане. Еще одна золотая победа в байдарках-одиночках на километровой дистанции. И вот потом тот самый Сегид, который стал, пожалуй, отправной точкой для всех его дальнейших свершений и достижений. Потому что в Сегиде на чемпионате мира два золота. В том же году Белград, чемпионат Европы, еще одно золото. И после этого, там, что называется, понеслось. Дальше Дуйсбург, 13-й год, еще одно золото чемпионата мира. В 2015 году две победы на европейских играх в Баку. Между этим всем, естественно, еще была и бронза на Олимпиаде в Лондоне в байдарках-одиночках. Ну и дальнейшее развитие чемпионата мира 2015 года, Олимпиады 2016 года, где он стал олимпийским чемпионом. Ну, то есть, по сути, Макс Хофф на своем спортивном веку одерживал победы на всех крупных соревнованиях, в которых принимал участие. Это и мир, это и континентальное первенство, это и Олимпиада. Плюс европейские игры, которые, ну, по сути, вот совсем недавно появились относительно Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Пока Хофф чуточку впереди и по отношению к Фернандо Пименте. Но Пименте отстает совсем на небольшой промежуток дистанции, да, и тут по времени у него отставание совсем минимальное от Макса Хоффа. Фернандо Пименте – это португалец, у него очень яркая лодка. Он, кстати, на Олимпиаде в Лондоне был старым. Он тоже оттуда привез медаль, но только не бронзу, а серебро в байдарках-двойках на дистанции тысячи метров. Но что касается Пимента, если его сравнивать с Хоффом, например, Хофф чемпионом мира был шесть раз. Пимента только три, но, тем не менее, два золота на чемпионате мира он выиграл на предыдущем, в прошлом календарном году, который состоялся в Португалии, в Монтемору Велю, на родине. Ну и, ко всему прочему, Пимента тоже является четырехкратным чемпионом Европы. А вот, кстати, в Баку он Хофф и проигрывал. В Баку он Хофф и проигрывал и был вторым на аналогичной дистанции на первых европейских играх, которые состоялись в Азербайджане. Итак, здесь Бален Копош начал разгоняться. Посмотрите, и Хоффа прошел, и Пимента прошел. Этот молодой венгер очень активно начал работать сейчас веслом для того, чтобы, видимо, создать себе небольшой отрыв. И у него это получается. Мы возвращаемся в Беларусь, возвращаемся на вторые европейские игры и смотрим финальный заезд в соревнованиях по гребле на Байдарках и Каноэ. Так, что касается Максима Списивцева, похоже, он отвалился от группы лидеров и сейчас находится где-то в серединке второй группы. А вот лидеры здесь уже оторвались очень-очень серьезно. Здесь, посмотрите, Копош вместе с ним Пимента, Хофф Юреня и еще один норвежец Эвент Волт. Ну, я про него практически не рассказывал. Это 26-летний спортсмен, насколько я помню. Вам 26 лет ему. И он является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы 2017 и 2018 годов. Эвент Андреас Эренбург Волт. Вот так полностью звучит его имя. Пока он третий. Он как-то так незаметно к лидерам подкрался. Большущих таких побед у него пока еще нет в карьере. Но, тем не менее, он на самом-то деле выглядит очень и очень прилично. И по скорости сейчас от лидеров практически не отстает. Пытаясь сейчас удержаться за Пиментой, за Балентом Копошем. Юрени в какой-то момент начал отставать вроде бы. Но сейчас тоже к этой группе приблизился. Хотя он в этой группе самый последний. И ему, конечно, атаковать вот оттуда с последней позиции будет не слишком удобно. Для этого, по сути, надо выходить на оперативный простор. Если, по крайней мере, он это будет делать на финише. Если попытается сделать это на вираже, тогда его позиция, она более выигрышна. Поскольку ему проходить поворот никто не мешает. То есть его никто на вот эти буйки здесь установленные, никто выталкивать не будет. И, в общем-то, риск допустить ошибку и быть дисквалифицированным. Он не то чтобы совсем пропадает, но он снижает. Потому что в полуборьбе, понятное дело, ребята тоже здесь могут и срезать ненароком. Да, и какую-то вот ошибку допустить именно по точке прохождения поворотов. Но Олег Юрени, он пока в этой группе позади Макса Хоффа держится. Это двукратный чемпион Европы Олег Юрени. Первую свою награду на чемпионате Европы, золотую, именно он завоевал как раз на этой дистанции. На дистанции 5 километров. Это было в Белграде в 2011 году, то есть 8 лет назад. Все в тот же год, все на том же чемпионате Европы. Он еще и серебро выиграл на более привычной нам олимпийской дистанции, да, в 1000 метров. Ну и еще был у него очень успешный чемпионат Европы 2014 года в Бранденбурге, когда он вновь повторил свое достижение, но правда уже выиграл не пятерку, а километр. Плюс несколько медалей с чемпионатов мира у него есть, если быть точнее, топ-5. Олег Юрени трехкратный бронзовый притер чемпионатов мира в Познани, в Милане и в Речице. Ну и соответственно два серебра он завоевал в Сегиде и в Дуйсбурге в Одинском и в 2013 годах. Но соперники здесь достойные друг друга. И Эвин Уолт, и Фернандо Пементе, и Макс Хофф, и Балин Копаш, и Олег Тюреня. Вся первая пятерка. Пока Балин Копаш эту группу возглавляет. Бронзовый призер чемпионата Европы в Москве в Олимпийском канале. В Олимпийском грибном канале в Крылатском он выступал тогда в байдарках-одиночках и стал третьим. Но очень и очень такой перспективный и талантливый парень. Мы тогда его еще так называли. Вот за эти годы он креп вырос и сейчас лидирует в этом заезде. Здесь, как я уже говорил, он стал чемпионом Европейских игр в байдарках-двойках на дистанции тысячи метров. Спортсмен из Сегеда, кстати, на его родине как раз в его родном городе пройдет в этом году в августе чемпионат мира, где будут разыгрываться в том числе и олимпийские лицензии. Но, правда, на этот чемпионат мира надо тоже еще попасть. И как раз вот это минское соревнование, этот минский турнир, фактически он тоже является отборочным на чемпионат мира. Хороший запас уже практически корпус лодки над Прементой, над норвежцем Волдом. О, Балент Копоша. Ну, Балент Копош, кстати говоря, неудивительно, да, что у него такая и техника хорошая. Неудивительно, что он выбрал именно этот вид спорта. Для тех, кто не знает, но я еще раз напомню, что его семья, она связана с греблей. У него и папа, и мама, они занимались именно этим видом спорта. В свое время он занимался под руководством очень известного венгерского специалиста Ирона Деметра. 15 лет этот парень стал фактически чемпионом Венгрии. Ну, правда, понятно, не среди взрослых, да, а в своей возрастной группе. Но, в общем-то, мне кажется, поскольку он родился в семье гребцов, то понятно, что вид спорта фактически был определен, да, в который он мог пойти и в котором он мог добиваться успехов. Мы его с вами все помним еще и по чемпионату Европы, юниорскому чемпионату Европы 2014 года. Тогда Копош выиграл медаль. Если не ошибаюсь, это была бронза. Это не было серебро, это не был золото. Да, это, по-моему, была бронза. И вот это была его первая такая большая победа. Но посмотрите, как сейчас начинают разгоняться. Посмотрите, как начинают разгоняться ближе к финишу спортсмены. И там что Эвен Волт делает по самой дальней, ну, так, если говорить о дорожках, да, если бы это были дорожки, то по самой дальней вот этой траектории Волт просто какую-то там космическую скорость развил. Как будто у него лодка не на, не байдарка, а с мотором какой-то катер. Но, тем не менее, он начинает отрываться. И Копош, который лидировал большую часть дистанции, рискует даже в двойку не попасть. Вы посмотрите. Копош начинает отставать. И там даже такое ощущение, и, нет, Юрения-то, Юрения тоже от этой группы отваливается. Четыре лодки у нас здесь остаются. Они таким клином сейчас идут. И совсем-совсем немножко им остается до финиша. По сути, сколько там, наверное, еще один вираж, один круг такой полноценный. Но, может быть, я не совсем понимаю, почему Эвен Волт здесь так ускорился. Неужели подумал, что уже все, что уже дистанция закачивается. Потому что на вот этом прямике он такую скорость развил, как будто это финиш. Но это еще не финиш. Еще нужно преодолеть один круг. И Фернандо Пимента возглавляет. Этот заезд пока именно португалец первый. И вот сейчас нужно постараться Волду не отстать. В результате этого рывка мы слышим вот этот колокол, да, который как раз и подсказывает спортсменам, что не так много уже остается до финиша. Что нужно теперь сконцентрировать свои усилия на вот этих последних метрах дистанции. Пимента первый, Хофф второй, дальше Копаш, дальше Волт Юреня. Юреня, боюсь, уже здесь в темпе лидеров идти не сможет. И, скорее всего, он начнет потихоньку отставать. И, скорее всего, даже в тройке не будет Беларусь. Но он-то в любом случае здесь уже одно золото завоевал на своих домашних играх. И для него, я думаю, это очень-очень важный момент. Нет, Пимента первый, Хофф второй, дальше Копаш. Непонятно, для чего так ускорялся и Винт Волт. Но Юреня, посмотрите, Юреня все-таки пытается действительно изо всех сил сейчас предпринять какую-то вот эту попытку, чтобы догнать лидеров. Может быть, атаковать из бубины ему будет легче. Но это только в том случае, если у него остались силы на эту самую атаку. Потому что у ребят вообще конкуренция посерьезнее, да, чем у девушек на 5-километровой дистанции. Но я смотрю так, никто не ошибается, проходя поворот. Никто не режет этот буй с внутренней стороны. Хотя Пимента очень близко, но еще ближе Макс Хофф. Он совсем внутри находится по отношению и к Пименте, и к Баллингту Копашу. Но Копаш, пожалуй, сейчас на самой невыгодной траектории. Он как бы по внешней такой дорожке сейчас идет. И ему нужно больше всего прикладывать для того, чтобы вот на этой траектории оставаться. И не так много, не так много остается до финишев. По сути, всего лишь одна прямая. Пимента первый, Хофф дальше. Так, Волт и Юреня отстают. Волт зря на предыдущем круге совершал вот эту непонятную атаку для чего. Пытался уйти в отрыв. Мне кажется, что он просто перепутал, что нужно еще один круг преодолевать. Он думал, что уже это финиш. А нет, там еще не был финиш. Финиш вот только сейчас намечается. Пимента первый. Такое ощущение, что Хофф все-таки чуточку начинает отставать. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в четверках, правда. Ну и Копаш. Копаш здесь позади Фернандо Пимента. Буквально сразу же позади него. Итак, португалец первый. Португалец первый. Но Балин Копаш его пытается догнать. Вы посмотрите, включается какой-то там, где-то находит этот резерв. И неужели обгонит? Неужели обгонит он португальца? Да, действительно, Балин Копаш. Вы посмотрите, что сделал. Вот это финишный рывок. Вот это атака у Венга получилась. Думаю, что на чемпионате мира этот парень будет одним из главных претендентов на победу. Тем более, что чемпионат мира пройдет в его родном Сегиде, в его родном городе. Два золота завоевал Балин Копаш на европейских играх здесь, в Заславле, в окрестностях Минска. Пимента второй. И Хофф таким образом получается третьим финишировал. Потому что там Волк к этому времени остал. Да и Олег Юрени в общем-то тоже. Посмотрим сейчас, кто на какой позиции. Мы подождем подтверждение от графики, от хронометража. Но какой же был классный финиш у Балинта Копаша. Как здорово он последние метров 100 преодолел. 100-120, наверное, когда смог поравняться с португальцем. И более того, его опередить. При том, что Балинт Копаш никогда не выиграл чемпионат мира. Никогда не выиграл медали олимпийских игр, в отличие от португальца. Но, тем не менее, здесь это ему не помешало. Выиграть два золота. Ну, кстати, очень хорошее поколение растет в венгерской команде. Пару лет назад, ну, три года назад, когда в Москве проходил чемпионат Европы, мы говорили о том, что венгры очень сильные. Там в ближайшие как раз лет пять, наверное, у них сменится поколение спортсменов, которые участвуют в мировых первенствах, в континентальных первенствах. Так оно и происходит. Команда постепенно омолаживается. Ну, и вот к чему это приводит. Потому что такие талантливые грецы появляются. И Балинт Копаш действительно здесь просто фантастический выдал финиш. Еще не все, еще не все финишировали. Мы видим, что секундомер у нас по-прежнему не остановлен. Некоторые еще находятся на дистанции, но там большие отставания. И так по грибному каналу достаточно сильно растянулись участники этого заезда. Я думаю, очень расстроен. Очень расстроен Пименте, поскольку четыре года назад в Баку он также проиграл пятерку. Проиграл тогда и километровую дистанцию, проиграл и в двойках на тысячи метров. Здесь надеялся на хороший результат. Но, ну, в принципе, результат-то может быть и хороший, но это не золото. Это не золото, на что рассчитывал Пименте. И сейчас, наверное, будет стараться взять реванш уже непосредственно на чемпионате мира. На родине вот этого парня. Балин Компыш сегодня главный герой. Конечно, потрясающий финиш. Но отдышаться пока не может. Очень тяжело сейчас, естественно. Тяжелая эта дистанция. Так, интересно, где же, на каком месте финишировал Максим Спесивцев, россиянин. Но там, я думаю, что отставание большое, потому что он-то был в основной группе. Нам пока время победителя только показывают. 21, 45 и 255 тысячных секунды. Вот он как раз, Балин Компыш, чемпион. Здесь отстающие добираются до финиша представители Армении. Владимир Лавердян. Лодка под номером 3 у него. На него большое отставание. Минутки 3-4, наверное, от лидера. От чемпиона этого дня. И это последний участник, который находился еще на дистанции. Редактор субтитров А.Семкин